Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, фашистской силой темною, с проклятою ордой. Добрый день, вас приветствует пресс-центр 4-го батальона группы быстрого реагирования «Бэтмен» Министерства обороны Луганской Народной Республики. Сегодня представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью с одним из авторитетных командиров Новороссии, атаманом Всевеликого войска Донского Казицыным Николаем Ивановичем. Прозаически, вот какая ситуация сейчас здесь? На моем участке. Ну, наш участок фронта идет от Попасной, сюда пошла Конокрадовка, Вергулевка, Байрачки сюда, значит, Комиссаровка, Центральный, Чернухина. Вот, идем дальше сюда, значит, городище, поднимаемся повыше, Куррик, редко дуб, вот этот. Ну, а в целом, 230 км, вот, как стояли, так и стояли, держим фронт, потому что мы не знаем, с какой флагой, в лоб они пойдут, они пойдут все равно, вот, ситуация, каждый день стреляют, вот, тот минометр, который был подписанный 19-го числа, он ими не исполняется, вот, стреляет с тяжелого, минометы тяжелые, 120-е ахают, вставушки ахают. Вот, вчера, под вечер, было выпущено 6 ракет, кассетных, 3 взорвалось, а 3 так и сейчас торчат с земли, когда ахнет, не знаю, потому что там, может быть, меканин стоять, выверены на время и тому подобное, вот, ну, если сегодня нет, подумаю, что мы их должны взорвать, потому что они взорвутся и подстрадают мирные жители. Каждый день раненые, убитые, большая часть это мирные жители, дома частные, машины рвутся, вот. Ну, такого, конечно, как было, допустим, в Зеленополе, под антрацитом, это самое, таких мощных боев стенка на стенку нет, понимаете, потому что мы тогда лупили, ну, кто выдержит нервами, кто выдержит оружие, понимаете. А каждый день идут бои, такие локальные, но без них не бывает, вот, Фащевка постоянно, Городище, в этом направлении, на Чернухинском. Окопались они неплохо, в направлении есть по 50 танков, вленились от земли, это армада, будем говорить, так. И сейчас стоим с правой стороны заезда, а есть из Перевальска, фронт на 21 километр, вот, тоже окопались хорошо, стоим на позициях, как ни странно, 1943 года. Вот, а когда обкапывались, нашли блиндаж, вскрыли, лежит 4 бойца нашей Красной Армии, винтовка одна, 50 патронов и противотанковая граната. Так наши деды воевали, добывали нам, так сказать, славу и мир на земле. Сегодня уже мы, дети их, внуки их, стоим на этих же рубежах и тоже будем в банках. Сегодня идет пропаганда, там, за единую Украину, за единую, там, целостность. Ну, что-то обман, все прекрасно понимают, что такое западная Украина, что такое восточная Украина, это территория области войска Тонского, казачьи земли. Вот, они исконно были. Когда-то, в 18-м году Владимир Ильич Ленин передал, так сказать, эти земли в Украину. Вот, это и была геополитика, и имели замедленное действие, что у нас сегодня сработало, взорвалось. А западная Украина, это кто? Румыны, Венгры, поляки, Австрия, Венгерская была там колония. Вот, они идут опять нас завоевывать уже. Тогда просто передали, вот, создавая новое государство, так сказать, Российскую Федерацию, потом Советский Союз, а сегодня они идут уже наглую нас завоевывать. Потому что Донбасс это кладовая, в таблице Менделеева, они хотят, конечно, поиметь очень много всего и тому подобное. Ну, как показала практика, то, что они хотели в начале, так сказать, года, у них не получилось, а несколько месяцев кровопролитной войны мы их выдавили. Ну, какая-то умная голова продумала, так сказать, приостановление наступления, временное перемирие, временная полоса разграничения. Ну, у нас, вы знаете, в России, как у наших славян, временно-то постоянно. Практически 60% земли в Луанской области не освобождено под Украиной, то, что мы имеем под киевской хунтой этих фашистов. То, что мы на сегодняшний день знаем, что также 80% даже больше и Донецкой области под ними. Ну, подписали меморандум, понимаете, то я считаю, это было предательство, предательство народа, проживающего здесь. Вот, если кто-то был в 50-х годах переселенный сюда, на Донбасс, жить в Западной Украине, мы не претендуем на их самое, пускай возвращаются домой в Западную Украину. Хотя всегда и Россия была многонациональной, мы к этому относимся очень нормально, положительно. Вот и Донбасс, на Донбассе две народы жили без, так сказать, давления на кого-то, и т.д. Но мы не позволим, чтобы нас опять взяли в оккупацию, и над нами проводили эксперимент. Понимаете или нет? В Донбасс поднялись, поднялись шахтеры. Шахтеры, конечно, кроме под землей, сверху кроты выходят на определенное время и не знают, что это какое-то самое. Вот мне нравится выражение в катахизисе. Мы не виноваты, что русские подобные свиньи могут крутить с рожей землю в рясь, роют ее и не знают, что есть чистое голубое небо. Понимаете ли? Так и шахтеры. Но многие, которые осознают, что происходит, когда убили детей, когда убили жен, когда убили родителей, они поднимаются, берут оружие в руки и начинают воевать с ожесточением против этого-то самого. Хотя взять Харьков, русский город, Киев, взять русский город, под дулами автоматов, под наркотическим воде, здесь им дают руки автомат и гонят их сюда на убой этих ребят. Ну и не стреляют, сдаются, а уходят на Россию. Если начинают воевать против нас, соответственно, мы через прицел автомата видим, что это враг. Когда в плен берем, ну это уже обоз, тех мы держим в плену, кормим, обуваем, одеваем, ну и меняем. Вот счет вчера принесли, нужно 8 человек поменять, я думаю, поменяем. Пускай мамкам, женкам рассказывают правду, соответственно, это самое шпионное. Воевать не надо, надо дружить всем, но Донбасс останется Донбассом. Мы также понимаем, что Донбасс это первая ступенька вхождения в Россию. Если мы их сейчас тут пропустим, через определенное время начнется война и в России. Потому что мы знаем, там стычки, там стычки, в Ближний Восток полыхает. Ну раз полыхает, значит, зараза должна переброситься куда-то. Мы должны стать пожарниками и затушить это там. Ну там это видно, по им действиям, что основная цель это Россия. То есть через Украину в Россию. Да, но мы их не пустим. Вот, и далее вот с 25-й, с 24-й бригады, с 79-й аэромобильной, которых мы освобождали, они проезжают на запад и рассказывают действительно, как оно есть. Я говорю, не надо нам рассказать, что вы в рюте. В танковой группировке мы 20, 47 человек взяли в плен под красным лучом. Они тоже офицеры были, они говорили. Разведку мы брали, и прямо они на камеру говорили, здесь нормальные люди, здесь люди без женивых, и тому подобное. Это Матасана. Они ведут такую работу, тоже говорят. Ну, к ним как только они начинают говорить, привлекают, так сказать, привлекают к уголовным делам США и к дюрьмам. Ну, а что поделали? Это пропаганда Гибридска, кем был, вы знаете. И вся Германия стояла на колене и плакала, когда он выступал, понимаете? Это дурачный народ. Вот мы практически впустили в Восточную Украину за эти 20 лет. Мы как-то, ну, создались, а вы, ну, есть государство, ну, живите. А Америка, Запад работала, Западная Украина. Они удармаченные, маленькая, великая, москали, жиды. Вот это у них любимая тема, понимаете ли нет? Вот все, у них все враги, особенно москали, кацапы и жиды, понимаете? Вот у них вот такая вот тема, вот они вот ее крутят и вперед на Россию, Россия должна быть наша. Вот, уже они границы перекинули до Краснодарского края, потому что там разговаривают на Украинском море.